Здравствуйте! Особое мнение на Первом Тульском. Я Сергей Зверев. До 7 декабря учащийся выпускного класса. 11-го должен написать сочинение. Это первый шаг к итоговой аттестации в выпускных классах. В 9-м, 11-м классе экзамены есть определенные изменения. С чем они связаны и какие-то изменения, сегодня поговорим с министром образования Тульской области Оксаной Асташко. Оксана Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, подготовка к экзаменам началась давно, но вот такая активная подготовка конкретная. Уже сейчас зимой для выпускников это написание итогового сочинения. К этой процедуре мы уже привыкли, но все-таки процедура общей экзаменов в этом году несколько изменится. Расскажите, что меняется и почему в первую очередь? Я с удовольствием расскажу обо всех процедурах, которые нам предстоят. Да, действительно, как вы уже сказали, первые испытания – это сочинения, которые пишут наши ребята 7 декабря. Определены также и резервные дни – это 1 февраля и 3 мая для тех, кто не сможет написать сочинения по уважительным причинам, либо получит незачет по итогу. И здесь нужно сказать, что это достаточно хорошая помощь для выпускников для подготовки непосредственно к экзамену по русскому языку. Нужно сказать, что уже определены основные направления, по которым ребята будут писать сочинения, и они в этом году очень интересны. Те направления, которые определены уже на уровне Российской Федерации, говорят о том, что процесс обучения действительно не стоит на месте. И то, о чем мы все должны думать – это как научить ребенка размышлять, как научить ребенка оценивать ситуацию, как решать в детской голове те сложные задачки. Тем более в детской голове сегодняшнего ребенка, у которого другой и тип мышления по сравнению с нынешними взрослыми, и другая окружающая среда, в которой они растут. И, как говорят, вот эта клиповость мышления, она вообще для педагогов создает проблемы, потому что не просто и нас было научить писать сочинения на любые темы, на широкие темы, по классическим произведениям литературы. Потому что сейчас сочинение, уметь писать сочинение – это проблема для современных и учителей, и учеников вообще. Вы знаете, те результаты, которые показывают на сегодняшний день наши тольские школьники, говорят о достаточно высокой и хорошей подготовке наших выпускников. И не только об их подготовке и об их способностях, но и об уровне квалификации, об уровне профессиональной ответственности наших педагогов. У нас с вами 100 бальников по русскому языку было в прошлом учебном году 39 человек. Это те ребята, которые очень успешно написали и итоговое сочинение, и те ребята, которые показали наивысший балл по испытаниям. И это очень серьезная победа, которую они заслужили. И я, с вашего позволения, вернусь все-таки к темам сочинения и к размышлениям, которые предстоят нашим ребятам на сочинении. Это такие темы, как дружба и вражда в одном направлении, опыт и ошибки, разум и чувства. И, безусловно, та работа, которая предстоит нашим педагогам по развитию способностей детей, будет говорить о том, насколько профессиональное сообщество готово к тем вызовам, научить ребенка, как вы говорите, в новом современном мире думать, размышлять и давать оценки таким достаточно серьезным понятиям в жизни ребенка. Здесь мне хотелось бы отметить еще и ту позицию, которая в этом году у Министерства образования будет по итогам работы школ по проверке сочинений. Мы будем перепроверять сочинения, мы будем перепроверять работу образовательных организаций по результатам. И особое внимание здесь планируем уделить перепроверке работ учащихся с высокими баллами по единому государственному экзамену непосредственно итогового сочинения. Потому как эта практика уже в этом году у нас была совместно с Рособорнадзором. Дальше, что касается непосредственно единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, мне хотелось бы, пользуясь возможностью, напомнить всем выпускникам, всем родителям, что до 1 февраля необходимо подать заявление в образовательную организацию на экзамены по выбору. Выпускники прошлых лет предоставляют такое заявление в органы местного самоуправления. Это очень важный выбор, его необходимо сделать всем ребятам, которые в первую очередь планируют поступление в образовательную организацию высшего образования. И, безусловно, конечно, нужно готовиться и нужно понимать, какие испытания по каким направлениям им будут нужны. Вообще, были случаи, когда не успевали, по тем или иным причинам, я понимаю, что это единичные, если даже и были случаи, что делать в такой ситуации? Ждать еще один год? В такой ситуации либо ждать еще один год, если это без уважительной причины, либо на рассмотрение подавать заявление в Государственную экзаменационную комиссию Тульской области, и там уже комиссионно мы рассматриваем такие заявления. Но закон на сегодняшний день предусматривает до 1 февраля обязательный выбор, набор предметов. Это связано еще и с определенными техническими вещами. Мы формируем общую базу на уровне Российской Федерации, также формируется общая база выпускников. Готовятся контрольно-измерительные материалы, то есть это определенные и бюджетные средства для подготовки контрольно-измерительных материалов. И классные, наверное, помещения, просто это все надо рассчитать. Это формирование пунктов проведения экзамена, это рассадка в дальнейшем в аудиториях ребят. Поэтому, безусловно, вот здесь это очень важная дата, к которой наши выпускники, безусловно, должны быть готовы. Еще впереди 2 месяца, большинство, конечно, родителей, и особенно те, кто в школе непосредственно занимается, я думаю, этот срок не пропустят. Особенно, наверное, важен для тех, кто либо пересдает экзамены, то есть в данный момент не является учеником образовательного учреждения. Если говорить о самом экзамене, ведь тоже произошли значительные изменения. Что касается тестовой части, в первую очередь расскажите, что изменилось. Что касается контрольно-измерительных материалов, действительно, у нас с вами не будет больше части А в контрольно-измерительных материалах. Это такая некая угадайка, общественность называла так эту часть. У нас остается только часть Б с коротким вариантом ответов и часть С с развернутым ответом. Именно такие контрольно-измерительные материалы позволят наиболее полно оценить уровень подготовки наших выпускников. Это сделано именно для этого. И для оценки по результату, по готовности выпускника продолжить дальнейшее обучение по тем или иным направлениям. Почему изменения произошли? Это под давлением общественности специалистов. Потому что именно первая часть, по-моему, вот эта тестовая угадайка, в кавычках, как вы говорите, наибольшие нарекания вызывала. И говорила, что молодежь наша отучится мыслить в таком случае. И все сведется к решению вот таких вот кроссвордов-ребусов. Или какие-то другие причины. Все это основывается на проработке специалистов. Почему именно сейчас, и почему именно такие изменения? Эти изменения идут уже второй год. У нас в прошлом году часть экзаменов были уже без части А. И в этом году, кроме иностранных языков, практически все экзамены у нас будут по этой системе. Вы знаете, наверное, не зря в народе придумано было такое название, угадай-ка. Просто выбрав ответ, отгадав его. Мы не получаем реального результата, мы не получаем понятные картины, в первую очередь специалисты, вузы, в дальнейшем предприятия. Но и сам ребенок не имеет объективной картины своих знаний. Я считаю, что очень важно, на что нацелен, на что вообще нацелена государственная итоговая аттестация. Это, безусловно, на объективность. И я считаю, что это самый важный лозунг, вообще государственная итоговая аттестация, это объективность тех знаний, которые образовательная организация дала ребенку в течение всего периода обучения. И, скажем так, просто так, получив зачет, не зачет, прошел порог, не прошел, оно в дальнейшем-то создает определенные трудности. Начиная от отчисления из университета в случае неуспеваемости и заканчивая дальнейшими трудностями по прохождению определенного материала, который ребенку нужен. Поэтому мы, со своей стороны, безусловно, усиливаем контроль, в том числе и над проведением процедуры, и нацеливаем выпускников и педагогическую общественность на определенную подготовку к экзаменам. Что касается непосредственно подготовки, то уже на сегодняшний день размещены демонстрационные версии на сайте Федерального института педагогических измерений, и ребята уже имеют возможность готовиться к экзаменам. Активно ребята пользуются ресурсами, которые связаны с единым государственным экзаменом ЕГЭДУ. Также демонстрационные версии там размещаются. И, в общем-то, используя вот эти все ресурсы, мы можем совершенно четко говорить о том, и проходя программу на хорошем уровне в течение всего периода обучения, я еще раз повторюсь, у большинства выпускников нет сложности сдать единый государственный экзамен. То есть, вот эти материалы, которые предлагаются в интернете, они аналогичны, скажем так, тем, которые будут представлены на экзаменах. Темы заданий, да, безусловно. И принцип ответов, именно прорешав, заранее подготовив, можно иметь представление, что придется делать на экзамене. Но если добавить полученные знания, соответственно, получить верный ответ. Если говорить о проверке итоговой контрольной работы, она усложняется, потому что тест – это правильно, неправильно, проверка достаточно быстрая. Каким образом проверка работ будет осуществляться? Компьютерная техника привлекается или здесь человеческий фактор? Это тоже важно. Проверочные мероприятия не изменяются. У нас по каждому предмету действует комиссия. Поэтому здесь, я бы сказала, никаких там сложностей каких-то, безусловно, в этом нет. Ни на территории Тульской области, ни на территории, я уверена, Российской Федерации в целом. Мне бы хотелось еще раз остановиться немножко на изменении технологического процесса проведения государственной итоговой аттестации. Достаточно серьезные решения уже на сегодняшний день приняты по проведению процедуры. Мы планируем во всех пунктах проведения экзамена провести оснащение этих аудиторий и вести печать контрольных измерительных материалов непосредственно в аудитории. То есть, вот этих пакетов, которые привозят курьеры. Да, безусловно. Это, скажем так, очень серьезный шаг к модернизации процесса проведения государственной итоговой аттестации. И достаточно, скажем так, достаточная безопасность при проведении процедуры, потому как исключается человеческий фактор. Это первое направление. Второе направление – это процедура видеонаблюдения и онлайн-трансляции. У нас уже предыдущие годы стопроцентное было оснащение аудитории по видеонаблюдению, по онлайн-трансляции. В текущем году учебном мы планируем оснастить аудитории и девятых классов частично по проведению государственной итоговой аттестации и начинать внедрять систему видеонаблюдения и в девятых классах тоже. Это большие затраты, они оправдываются потом последствиями? Да, безусловно, они оправдываются. Во-первых, мы с вами возвращаемся к вопросу честности, объективности про проведение государственной итоговой аттестации в целом. Это первое. И второе, когда экзамен в девятом классе сдан объективно и честно, и когда ребенок понимает свои пробелы, скажем, да, и свои ошибки, у него есть очень высокий шанс подготовиться к выпускной аттестации, к единому государственному экзамену на более высоком уровне. То есть, скажем так, ну да, списывание и какие-то вещи, которые связаны с недобросовестной сдачей экзаменов, они всегда усугубляют проблему, они решают на самом деле. Поэтому те надзорные контрольные мероприятия, которые мы проводили, то те вопросы, которые связаны с контролем в период проведения итоговой аттестации, они будут оставаться. Продолжаем особое мнение. На Первом Тульском у нас в гостях министр образования Тульской области Оксана Асташко. Оксана Александровна, если говорить о качестве образования, это, наверное, еще одна из тем, которая поднималась в ходе рабочей встречи. Недавний губернатор Алексей Геннадьевич Дюмина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования вы присутствовали. О чем шла речь? Какие итоги? Ну вот расскажите тем, кто непосредственно на встрече не присутствовал. Ну, что касается непосредственно, скажем так, рабочего дня, рабочей поездки Сергея Сергеевича Кравцова на территории Тульской области, то она состояла из нескольких частей. Мы представляли проект, который будет направлен на развитие движения такого, как стубальники на территории Тульской области. Это ребята, которые получают наивысшие результаты по итогам испытаний, по итогам единого государственного экзамена. И достаточно большой блок был посвящен представлению той работы на территории Тульской области, которая направлена на развитие системы оценки качества образования. У нас уже на сегодняшний день созданы и достаточно успешно работают мониторинги. По данному направлению мы организовываем сейчас работу по внедрению достаточно серьезного модуля по системе оценки качества образования. И в целом региональная система оценки качества образования, она включает в себя несколько направлений. Это не только государственная итоговая аттестация, это один из элементов. Это уже окончательный итог, по ходу образовательного процесса тоже важно. Безусловно, для оценки работы непосредственно образовательной организации, для оценки тех вещей, о которых мы очень часто говорим. Об оценке в целом педагогической работы, уровня подготовленности не только учащегося, но и педагогического коллектива, администрации школы. Региональная система оценки качества включает в себя, безусловно, элементы государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена. Всероссийские проверочные работы оцениваются в этой системе, региональные контрольные работы. И мне здесь хотелось бы остановиться на всероссийских проверочных работах. У нас в 2017 году 4, 5 и 11 классы будут принимать участие во всероссийских проверочных работах. И нужно отметить, что достаточно активно Тульский регион участвует в этом движении. Это выборочные какие-то проверки? Да, безусловно. Но участие во всероссийской проверочной работе – это решение образовательной организации. Мне хотелось бы сегодня воспользоваться случаем и об этом сказать, потому что достаточно большое количество поступает вопросов на эту тему. Насколько нужно, не нужно в них участвовать. Безусловно, этот выбор делает непосредственно школа, будем так говорить. И результаты всероссийских проверочных работ никоим образом не влияют ни на итоговую оценку обучающегося, ни тем более на итоговую отметку, которая идет уже непосредственно в аттестат. Вот об этом нужно обязательно помнить, об этом нужно говорить и родителям, и обсуждать эти вопросы непосредственно в педагогических коллективах. Ученикам важно это знать? Ученикам, конечно, важно это знать. Они же участники этого процесса, безусловно, да. Зачем нужны такие работы? Зачем нужны всероссийские проверочные работы, региональные контрольные работы? Именно этот механизм позволяет подвести итог определенному этапу обучения, посмотреть, какие, скажем так, зоны дополнительного внимания требуются, и, скажем так, какой уровень подготовки у обучающихся, и, соответственно, можно сделать выводы и о тех уроках, о тех занятиях, которые учитель ведет. Здесь мне хотелось бы отметить, что в следующем году Министерством образования будет проводиться работа по предъявлению грантов образовательным организациям. Мы планируем эти гранты предоставлять по уровням образования, по различным направлениям. Это дошкольное, общее, дополнительное образование. И одно из направлений будет, безусловно, помощь и предоставление грантов школам, показывающим наиболее низкие результаты. Это очень серьезное направление, потому как, безусловно, очень тяжело, да и, в общем-то, нельзя сравнивать результативность образовательной организации, находящейся, ну, достаточно, да, допустим, в центре, областного центра, да, и образовательной организации совершенно небольшой. Разные социальные среда. С небольшим количеством обучающихся. Более того, имеются разные возможности, да, и по привлечению педагогов, по привлечению дополнительных специалистов, по привлечению, скажем так, непосредственно социальных партнеров, таких как и вузы, да, ведущие вузы Тульской области. Поэтому здесь, безусловно, таким учреждениям нужно помогать. Мы планируем достаточно серьезные шаги в следующем году сделать по этому направлению. И уверены, что те результаты, которые будут давать эти школы, они будут достаточно высокие. Спасибо, Оксана Александровна. Мы говорили с министром образования Тульской области о изменениях в итоговых аттестационных экзаменах, итоговой аттестации, которые после 9-11 выпускных классов, ну, и вообще о сегодняшней работе Министерства образования, о оценках качества работы образовательных учреждений. Я думаю, эта тема будет еще не раз появляться в нашем эфире. Спасибо за внимание и до встречи на Первом Тульском. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова